Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елены Диригетти. Мы с вами находимся в Корционезу. Мы приезжали... Это у них магазинчик тут местный, продовольственный. Внизу у них есть зал, который они задают в аренду для праздников. Мы приезжали на кладбище, проведать папу, много там красивых вещей понавезли тоже покойникам, елочки поулажили. Я извиняюсь, может быть у меня камера будет ходить к ходуном, потому что я еще с зонтиком. Накрапывает дождик. Думаю, надо же Корционезу поснимать. Хорошее местечко и летом и зимой здесь красиво. Ну вот такая вот зима, которая не снежная, но не очень. Здесь, кстати, тоже вот продают землю. Написано, что продают землю. Вот мы пройдем чуть-чуть дальше. Вот здесь вот есть речка, которая впадает в Брену. Есть внизу каскады большие. Вот эти вот все отреставрированные дома. Каждый год праздник устраивают и собирают деньги на что? Отреставрировать. Когда-то здесь была мулино, то есть мельница. Вот, смотрите, курочки. Сейчас, минуточку, я их приближу. Вот они, курочки. Пасутся там. Видите, какая речушка. Водичка чистая-чистая. И вот она вот оттуда идет. Кстати, вот круг. Вот от этого мулино. Мурин де корсонес. Это написано на диалекте. А так вообще мулино называется. Вот Марка уже пошел посмотреть. И мы сейчас туда с вами спустимся. Ну, давайте еще вот так немножечко. Потихонечку. Здесь, кстати, вот где курочки, это родственники Марка живут. Тетя со своими детьми. Там каждый занимает какой-то уголочек. Вот такие вот украшают елочками. И небольшие. Кстати, мы в этом году елку не ставили. Украсили пальму. Но так как пальма-то слабенькая была у нас, я сейчас ее пересадила в другой горшок. И вроде бы она как немножечко даже стала посильнее быть. Вот это, кстати, территория перед тем залом, где мы иногда праздники устраивали. Сейчас вроде как нам не надо снимали. Последний раз здесь было... Вот Лени Кунчепре 50 лет, надеюсь, устраивали. Вот. А это территория. Вот именно вот эта вот территория земли. Принадлежит нашей маме, то есть маме Марку. Но она такая земля. На ней строить нельзя. Можно под огород, под сад. И там вот у нее орех большой грецкий. Ну, пойдемте вниз уже. Прям домики здесь немаленькие. Вот можно сказать раз, два, три, четыре. Плюс мансарда. Прям совсем немаленькие. Вот за дом зашла. И вот смотрите, какой вот современный дом. С камня выложенный. И каменная крыша. А вот смотрите, какие окошки. Чтобы хотя бы дневной свет поступал. Марка говорит, осторожно. Здесь скользко, грязь. Вот какой домик. Кстати, в доме горит свет. Печка у них топится. И здесь вот видите, они еще облагораживают. Вот так вот камнем выложили, чтобы поровнее было. Сейчас работу, видно, переостановили. Ну, потому что холодно. Видите, как накрыли целлофаном. Благоустраивают. Каждое свое местечко. Земля, видите, нехилая такая. Она хоть и с камнем, но такой вот темный цвет у нее. Не светлый. Вот здесь животные пили. У кого козы, коровы. А если мы вот так развернемся. А здесь люди стирали. То есть, постирочная такая. С тазиками, с ведрами. Сюда приходили здесь. Также кран был. Ну, пока вот так. Елочка на балкончике. Ну, вот эта структура, она была прям вот половинчатая. Там, где до дверей. И крыши, и вот этой высокой структуры не было. Без крыши была. И все заросшими деревья. Здесь были деревья, деревья. И люди уже забыли, что было это место здесь. Вот она, речка. Вот она, церковь возле кладбища Сан-Надзару. И вот камни были навезены. И каждый год собирают деньги здесь на реконструкцию. Вот камни от этого, от мулину, чтобы делать муку. Марко, ну, Шенди, хочу ее. Не хочет, чтоб я его снимала. Вот такие вот деревянные человечки здесь стоят. Сейчас посмотрим, открыта дверь или нет. Нет, она закрыта вот на ключ. Нужно ключ иметь. А эта-то вот открыта вот такая штучка. Ну, закрыта дверь. Так, что у нас здесь еще? Вот что-то 15 лет. Они это дело по ходу восстанавливают. Давайте уже с вами посмотрим. Вот здесь вот так вот камушками выложено. И вот такой сплошной гранит. Видите, одним сплошняком. И вот такие они ступеньки сделали. И вот она, речка, вот так идет. Вот видите, прям вот такой вот сплошной гранит. Вот Марко мне говорит, он пойдет вот здесь пешком, а я поеду на машине, заберу его вон там на дороге. Потому что он говорит, ему тяжело подниматься вверх. Лучше спускаться. А, он говорит, здесь должна крутиться мельница. Здесь она должна крутиться. Круг должен быть, который водой крутит вот эту энергию, которую дает. В общем, я пошла за машиной. Вот, кстати, вот так вот люди вот живут на Атшибе. И у них вот здесь вот и клетки для животных, и вот такой вот выгон, выгул. Можно сказать, все удобства. Вот здесь вот каменная стена вот такого плана, а здесь старого образца. Ну вот я прошла с той стороны этого дома и говорила, какой большой. Наверху, как видите, балкончик, а внизу вот такая вот террасочка. И вот этот дом сверху, который окошки. Вот такой вход красочный, рождественский. А вот посмотрите для того, чтобы по ленту варить кукурузную кашу. Я так думаю. Потому что еще чего можно варить. Лет пять назад я была вот в этом доме темном. Уборкой здесь занималась. Интересный тоже домик внутри. Глиняные петушки. Давайте ближе подойдем. Домик этот сдают в аренду для тех, кто приезжает сюда в отпуск. У них тут корочки, петушки. Все из глины. Вот такие вот фигурки. Сердечки. Вот это зайчик. Ну, здесь такой сезон. Зимний на лыжах кататься. И летний ходить по горам. Такая паилка для собачек, для кошечек. Зайцы-кролики. Ну, вот как-то так были мы с вами в Курцонезу. Тичино, Швейцария. Я вам желаю здоровья, удачи и долгих лет жизни. А это вот, кстати, вот такой прицеп. Собирать траву. Сухую. Так, кстати, следующее видео будет про то, как мы будем делать граппу. Ну, не я лично. Будет делать, взять тайки. Так что смотрите следующее видео. У меня их там будет два. С продолжением. Будем делать граппу. Это как бы чача по-грузински. А по-русски самогон. А по-украински горилка. Ну, всех с наступающими праздниками. Здоровья, добра, долгих лет жизни. Успехов. С вами была Елена Диригетти и Марко. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok